Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, вы на канале Якубе Фелтинг. Несмотря на то, что сегодня я в таком красивом вечернем войлочном платье, говорим мы будем, говорить мы будем, войлочные тапочки. Я провела тестирование карачаевского кардачоса, сваляла три пары тапок, и давайте подробнее разберем о плюсах и минусах карачаевского кардачоса. Я сваляла три пары тапок. Первыми были вот эти розовые, и они валялись вот из этой шерсти. И вам совершенно не кажется, шерсть действительно темнее, она более такого грязного оттенка. Тапочки же получились более светлые, такой более цвет румян, я бы так его назвала. И это связано с тем, что шерсть достаточно сильно вылинила. В принципе, этот цвет тоже достаточно красивый получился, но шерсть очень сильно линяла. И доказательство тому, я вам сейчас покажу один кадр, который меня не очень сильно порадовал, это то, что у меня покрасился стол, мой рабочий. Вот так он сейчас выглядит. Вот это розовое пятно, это краска, слинявшаяся с карачаевского кардачоса. И я очистила ее пимаксолью, и пока она не очистилась. В общем, шерсть вот этот, красный цвет, очень сильно линял. Хотя обычно красные цвета не так сильно текут. Что касаемо сваливаемости. Шерсть валялась легко, растительного ссора в ней не было. Какие-то прям, может быть, совсем-совсем редкие мусоринки. Ости в ней также не было. И давайте покажу вам два тапочка поближе. Скажем так, вот этот правый тапочек, он был в процессе валяния опален. И в конце был побрит. Войлок получился достаточно гладкий. Никаких нареканий у меня к самому готовому войлоку нет. Вот эти детали также выполнены из карачаевской шерсти, только уже из топса. Здесь цвет шерсти не изменился. Вот так выглядит только опаленная шерсть. Опалена она была всего один раз, уже ближе к концу. Перед тем, как я делала последнее ополаскивание и формовку на колодке. Так, давайте разберем следующий. Шерсть это вот такой вот красивый сложный синий цвет. Как вы видите, синяя шерсть тоже стала чуть-чуть светлее. Краска немного подтекала, но ничего не окрасила. Даже руки у меня не покрасили в синий цвет. На декор в данный момент не обращайте. Он будет еще немного принимать финальные очертания и декорироваться немножечко бусинами и бисером. Мы сейчас говорим о качестве самого войлока. Что касаемо этой пары тапочек. Эти тапочки я не опаливала. Вот этот тапок я побрила. Войлок получился достаточно гладкий. Очень приятный тактильно. На эту пару тапок я использовала шерсти чуть больше, чем на предыдущую розовую. Вот так выглядит непобритая шерсть. Вот вы видите вот этот подпушек. Вот волосинки торчат, да? Ости также здесь не было. Растительного сора здесь также не было. Шерсть валялась достаточно легко. Декор к ней приваливался легко. Здесь декор выполнен также из карачаевской шерсти. Вот эти фрагменты это нэпсы. Немножечко я их подрежу. Вот эти прожилочки это вискоза. Вот также эти прожилочки, да? Тонирование цвета было выполнено также карачаевской шерстью. Декор из шерсти привалялся прекрасно. Ну, оторваться его, конечно же, невозможно. Он был привален еще на стадии раскладки. Вот этот тапок не бритый, да? То есть, но декор при этом прекрасно виден. Вот даже декор из вискозы. Вот этот тапок уже бритый. Он приведен, как сказать, к итоговому практически виду. Только декор из бусинок осталось пришить. Нэпсы вот также привалены хорошо. Декор читается, да? Шерстью сильно не съеден. Войлок получился плотный. Форму держит тапки хорошо. Прочные, скажем так, упругие, да? Цвет шерсти был вот такой в начале. И третий цвет шерсти. Это вот такая зеленая шерсть. Вот так вот выглядят тапочки в итоге. Вот про зеленую и синюю я не могу сказать, что она именно поленяла. У меня такое ощущение, что она стала именно чище. Светлее. Как будто цвет не изменился, но шерсть как будто была как будто грязная. Запаха при валянии не было никакого. То есть ни ланолина, ни какой-то грязи. Ничего не было. Зеленая шерсть также валялась прекрасно. Остистых волос нету даже. Вот опять же. Вот опять же готовый тапок. Ни бритый, ни опаленный. Ничего с ним не сделано. Небольшой пушистенький слой. Это не остевые волосинки. Это просто сами шерстинки. Ости не было. Растительного сора также не было. Валялась шерсть хорошо. Приваливался к ней декор также хорошо. Фиолетовые фрагменты. Это нэпсы также приваленные. Вот они, да. И вот эти милые белые ромашки. Ромашки сделаны из троицкого сливера. Это обычная вискоза. Вот эта вот пестрая ниточка. Это самопряденная пряжа. Я ее пробовала привалять. Вот так выглядит побритый тапочек. Как видите, декор стал ярче. Тапочек побрила я только верхнюю часть. Подушево не стало брить, потому что все равно я буду ее приклеивать. Вот декор привален хорошо, держится хорошо, привален надежно. Ну, конечно, если отдирать насмерть, то отодрать можно все, что угодно. От чего угодно. Вот два тапка. Правый побритый, левый небритый. Вот на левом, вот видите, такие пушистые волосинки торчат. Тапки я валяла с коэффициентом увеличения 1,6. Вот немного виден подпушек. Вот такие вот были цвета шерсти. Как итог, именно полинять полиняла только вот эта розовая шерсть, потому что от нее у меня очень сильно полиняла пленка, полинял рабочий стол, как я вам уже показала. Остальные же шерсти просто посветлели. Такое ощущение, что из них вымылась излишняя какая-то грязь. Возможно, шерсть была не окончательно простирана перед окраской, и, соответственно, краска закрепилась не очень хорошо, как бы не очень глубоко проникла в структуру волокна. Но при этом валялась шерсть хорошо, что плюс не было оси, это тоже, безусловно, плюс. Не было растительного мусора, это самый главный плюс на мое убеждение. Также при обзоре шерсти, я, в принципе, говорила вам, что шерсть, вот ее трогаешь, и она не выглядит пересушенной. Прям вот этот ланолин ощущается. Возможно, вместе с остатками ланолина частично вымылась краска. Поэтому произошла вот такая реакция. Вот такой декор. Что хочу сказать? Относительно цена-качество, на мой взгляд, это приемлемо. Единственное, будьте внимательны, будьте осторожны, чтобы у вас ничего не покрасилось, то, что не должно. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравились мои видео. Пишите в комментариях, какие темы в области валяния вам также были бы интересны. И мы непременно их обсудим, и я сниму для вас обзоры, видео или мастер-классы. С вами была Татьяна. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok